День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Всем доброго дня. Сегодня понедельник. И особенно тяжело, наверное, учитывая ещё и последствия праздников Лига. Мы разучились, мы немножко расслабились. Сейчас возвращаемся в рабочий ритм. Ну и возвращается наш эфир. Программа «Диагноз недели». Ариэль Резник Мартов, психолог-психотерапевт. Доброе утро, добрый день. Синдром огорода и синдром музыкальной школы. Я так понимаю, так звучит тема сегодняшнего нашего разговора. Здравствуйте. Ну, в общем-то, есть уже много в психологии, в медицине различных синдромов, которые описывают или объясняют то, что происходит с человеком. Ну, например, все слышали про Эдипов комплекс. Например, все слышали про посттравматическое стрессовое расстройство. Но есть, к тому взгляд, чисто вынесенные из опыта общения с моим пациентом, из многочисленных историй, выслушанных за годы практики. В этих историях есть такие общие моменты, которые позволяют их выделить. То, что я назвал синдром огорода и синдром музыкальной школы. Что объединяет эти синдромы? Это речь идет о детях, о подростках, которые вынуждены подчиняться власти родителей. И не просто власти родителей, а власти некой традиции. Вот такой традиции, переходящей из поколения в поколение. В этой традиции есть объяснение. И, как многие традиции, она с годами выхолостилась. Но почему-то, как некий ритуал, как некий долг, она сохранилась. И давайте начнем с синдрома огорода. Это то, что я слышал неисчислимое количество раз. Ребенок, подросток, лето, хочется играть, хочется гулять с друзьями, хочется купаться и так далее, и так далее. Но ему говорят, у нас такая традиция, мы едем на дачу, на огород. Там надо полоть, вскапывать, сажать, готовиться к урожаю, и так далее, и так далее, и так далее. И были семьи, где это было не так обязательно, или было более-менее добровольно. Но были семьи, где это было традицией, вот такой укоренившейся, где даже спорить было бессмысленно, это было какого-то посягать на что-то святое. И ребенок искренне пытался понять, почему мои друзья гуляют, сидят на пляже, играют и так далее, а я должен все выходные проводить в скаповой грядке. Мне скучно, мне тяжело, мне неинтересно. И ребенку объясняют самые разные вещи. Начиная от того, что, ну как же, ты что, ну сам такой козырь, который действует безошибочно, ты что, не хочешь помогать маме с папой или бабушке с дедушкой? Ты не хочешь помогать нашей семье? Как тебе не стыдно? Начиная от этого и продолжая тем, что очень полезно бывать на свежем воздухе. Ты же понимаешь, ты же на свежем воздухе работаешь, так полезно для здоровья. Ты дышишь свежим воздухом, это физический труд, он очень воспитывает, он закаляет, он тебе этот навык пригодится в жизни в будущем, ну и так далее. Ну, аргумент тоже такой интересный. Ну, приятно же есть картошечку и помидорчики со своего огорода. Не в магазине купленное, там-то сплошная химия, это же свое, сами посадили. И тщетно объяснять, что ребенку абсолютно все равно ест на помидорчике с огорода или из магазина. Больше, наверное, из магазина проще, потому что не надо копать грядки. И ребенку абсолютно все равно, что это такая традиция, он слова такого не знает и не понимает. Он понимает, что такое, когда его стыдят, что ты хочешь оставить семью без помощи. Посмотри, как мы устаем. И у ребенка возникает за камерой вопрос, а зачем вы так устаете? Все же продается. Ну, уже давно дети знают, что все продается и стоит небешеных денег. И тем не менее. Кто-то поддавался такими манипуляциями, давлением на совесть, стыд и так далее. Кого-то ставили в жесткие рамки, объясняли, что не поедешь на огород, гулять вообще не пойдешь. И это очень интересная история, потому что она многолетняя, и она действует на людей до сих пор. И, надеюсь, вполне взрослых людей. Хотя, в принципе, тогда, мне кажется, ну, лет 40-50 назад очень многое объяснялось дефицитом в советских магазинах. Объяснялось и тем, что это было подспорье, ну, скажем, для людей со средним достатком. Ну, была же уравниловка, и, в принципе, эти 120 классических рублей, которые получали практически почти все люди, ну, их не всегда хватало, и это была возможность все-таки семьи сэкономить на чем-то. То есть, это можно было найти какие-то логические объяснения? Какие-то можно было. И, наверное, были некие, ну, не знаю, небогатые семьи, потому что это было подспорьем. Ну, даже во времена моего детства, это было уже даже не 30 и не 40 лет назад, это было около 50 лет назад. Уже тогда, ну, те семьи, где я знал, где было что-то свое, это было хобби. Это было хобби, это было приятно что-то вскопать, вырастить. И это у многих осталось как нечто, опять же, традиции из поколения в поколение. До сих пор помню, как в 92-м году, по-моему, я впервые приехал в Америку и поехал в гости к своему знакомому, в город Бостон, врач, преуспевающий, со своим достаточно большим домом. Он мне показывал дом, а потом завел мне за дом и показал. А здесь у меня редиска растет и лучок, такие коротенькие грядочки. У него вот такое умиление на лице, тоже что-то вынесенное им из своего детства. Я сразу хочу сказать, что мне рассказывали знакомые, которые, ну, тоже через знакомых, очень богатые люди на Манхэттене, где земля вообще безумно дорога. Вот у них там был свой собственный дом и маленькие огороди. То есть я к тому, что стоимость этой редисочки, учитывая стоимость земли, она была какая-то, наверное, ну, просто астрономическая. Но для них это было вот именно хобби, вот это вот. Да. Я думаю, что вы, конечно, правы, что вся эта история уходит в поколениями в те времена, когда действительно возделывать свои участки означало прокормить семью. И это было достаточно давно. Ну, такой патриархально-библейской в пути лица, там, облетешь. Да, скорее, это из аграрных культур, с тех времен, когда это было необходимо, когда действительно, наверное, какие-то послевоенные времена, когда людям было не сладко и когда надо было выживать. И была книга о людях, которые были сосланы в Сибири, описывалось, как они выживали там. То есть, да, были времена, ситуации и люди, где это было вопросом выживания. И вот это интересно, как традиция глубокая, уходящая, не знаю, в века, наверное, когда крестьянин возделывал свою землю, и от этого зависело урожай, не урожай, выживет ли его семья или не выживет, как это перешло в наше время. И для многих людей это стало чем-то, такой потребностью. Даже сейчас есть люди, которые, вполне себе пожилые люди, которые считают своей обязанностью любую жару, неважно что, они поедут и будут рискуя вообще здоровьем с высоким давлением и так далее, они будут копать землю, сажать, возделывать, потому что они так выросли, они к этому привыкли. Так же, как есть глубинный рефлекс собирательства грибы-ягоды. Я помню, несколько лет назад я ехал к себе на дачу, вдруг увидел, ну-ка, был какой-то четвертый тип погоды, страшная духота, жара и так далее. Я видел, что у обочины дороги стоит мужчина, у него с руки буквально свисает такая бабулька, так, я думаю, далеко за 70. И я приостановился, что случилось. Оказалось, что бабулька захотела в четвертом типе погоды и уже идти пешком в лес что-то собирать. И явно она не то, что ходить, она уже и дышать-то могла с трудом. Я их посадил, спросил, нужно ли в больницу. Сказал, нет, нет, а то дед мой узнает и не пустит меня больше в лес. Поэтому я их отвез домой. На этом все, я сказал, закончилось. Так вот, представьте себе, что современному ребенку пытаются навязать сознание, которое было десятки лет назад. Для ребенка, которому искренне не ясно, зачем это, потому что он понимает, что и без этого можно прекрасно прокормиться. Но это возникает чувство долга. И не просто чувство долга. Это возникает ситуация, в которой интересами ребенка просто-напросто пренебрегают. То есть не важно, что ты чувствуешь, не важно, что ты хочешь, не важно, что тебе скучно, что тебе обидно, что твои друзья где-то играют, ты просто должен быть с нами, копать, сажать и так далее. И ребенок привыкает к тому, что есть или стыд и вина, потому что надо помогать взрослым. Еще не понимает, что не везде надо помогать взрослым. Если взрослые сами выбрали себе такое развлечение, это не должно быть его судьбой. Смех смехом, но ко мне не так давно пришел на прием пациент, которому хорошо за 30, которого еще до недавнего времени, у него не было ни личной жизни, ни общения с друзьями, потому что по выходным надо ездить на дачу, надо ездить, надо помогать. А то как же? Тебе не стыдно? Бабушке и маме тяжело, надо помогать. И что самое печальное, что он настолько этим проникся, что, собственно, это жаловался, а с другой стороны, свежий воздух, полезный же. Вот такая у него была фальшивая радость, как будто он был вынужден убедить себя в этом. Ну, это как в анекдоте, жаловаться тоже нельзя, да? Да. Ведь, получается, очень действительно, ощущение, была такая притча про черствый хлеб, то есть, когда человек покупает вкусный свежий хлеб, ну, говорят, нужно сперва доесть тот, который у нас есть в доме, который уже зачерствел, и пока он съедает этот черствый хлеб, черствеет тот свежий вкусный хлеб, он никогда не может попробовать этот вот вкусный хлеб. То есть, я просто представляю, что, наверное, этот бы человек готов был бы просто приплатить за то, чтобы не нужно было ему вскапывать эти все грядки, а просто приехать, отдохнуть, пожарить шашлык, условно говоря, барбекю, посидеть в тенечке, собраться силами, чтобы снова отправиться на работу. То есть, для него, если для пенсионеров, его родителей, это, в принципе, может быть как хобби, то для него вот эти выходные дни это возможность, ну, восполнить свои какие-то жизненные силы. Просто порадоваться. Порадоваться жизни, да, перед тем, как снова выкунулся в работу. Я сейчас подумал, что мы идем к истокам всего этого. Если я не ошибаюсь, в Библии, когда Всевышний изгоняет Адама и Еву из рая, он говорит Адаму, что в пути лица будешь зарабатывать хлеб свой. Вот это как будто осталось, куда впечатано в десятки и сотни поколений. Ты должен зарабатывать в поте лица. Если работа тебе приносит удовольствие, это не работа, это хобби, это развлечение. То есть, в принципе, тебя не ждет ничего хорошего. Ты изгнан из рая, должен зарабатывать на жизнь тяжелым, неприятным способом. И вот эти дети и подростки несут на себе то самое проклятие. Они должны, просто обязаны в поте лица зарабатывать. Это такой ритуал. В каких-нибудь племенах есть ритуалы, где мальчики посвящаются в мужчин. Здесь тоже ритуал. Ты должен исполнять ритуал совместных сельскохозяйственных каких-то традиций. Как когда-то, наверное, в деревнях, все эти праздники связаны с урожаем или с посевной и так далее. Здесь тоже мы имеем дело с очень древней традицией и с детьми, которые стали жертвой этой традиции. Многие из них до сих пор даже слышать не хотят. Выросли ни про какие огороды. Хотя, вот как мой знакомый доктор, для него это, кажется, было радостью. Очевидно, у кого-то это гармонично встраивается в его сознание, а для кого-то это остаётся тяжёлым воспоминанием и обидой на родителей. Травмой, действительно, да. То есть этот синдром имел отношение к древним патриархальным аграрным традициям. Синдром музыкальной школы – это, конечно, совершенно, как бы сказать, это с тем же эффектом, но с другими истоками, на мой взгляд. То есть что такое синдром музыкальной школы, опытом тоже я слышал от множества-множества людей. Ребёнка берут в его достаточно несмышлённом раннем возрасте и говорят, надо заниматься музыкой. Вот ты должен ходить не только в обычную школу, но и в музыкальную школу. Ему объясняют, что это полезно, что, представь, все приходят в гости, а ты сыграешь, и как это будет красиво, как все будут восхищаться. Или он говорит, а вдруг ты станешь великим музыкантом. И некоторое количество детей действительно находит в себя в музыке. Некоторое количество детей, у них просыпается талант, у них получается, они погружены, они с удовольствием играют часами. Но сколько их на самом деле? Куда чаще встречается история о том, что ребёнок очень рано понимает, что ему это не нравится. Ему скучно. Он должен часами разыгрывать эти гаммы. Его от них тошнит. Гаммы, этюды. Ему хочется, опять же, удрать, гулять с ребятами. За окном солнце или снег и снежки, или лето и весна. Хочется гулять. Ему говорят, нет, ты должен упражняться. Ты же занимаешься музыкой, это серьёзно. И месяцы и годы жизни уходят на это. Более адекватные родители могут понять, что ребёнок явно не станет виртуозом, что ребёнка не ждёт концертное будущее. И они говорят ему, что окей, не нравится, бог с ним. Есть же родители, которые говорят, есть такой тоже неотразимый аргумент, если начал, надо довести до конца. И, в общем-то, не он же начал. Это вы сделали так, чтобы он начал. Почему он должен доводить до конца то, что входит в ваши амбиции и представления? Но, поскольку ребёнок редко кто кидается на прямой бунт, начинает эту школу прогуливать или кричать, вот не пойду и всё, хоть режьте, обычно ребёнок ходит и получается совершенно парадоксальная вещь. Ребёнка отдают туда, чтобы он полюбил музыку и искусство. Ребёнок всё ненавидит. И чем дальше, тем больше. Он понимает, что он в этом нехорош. Он понимает, что к нему, мало того, что в школе к нему придираются учителя, а ещё и музыкальные учителя. А поскольку он нехорош, его за это пилят и критикуют. И дома от него что-то требуют. И сколько раз я слышал фразу, я закончил музыкальную школу, показал родителям диплом, аттестат, и я в жизни больше не прикоснулся к музыкальному инструменту. Просто в жизни. И люди говорят, что, возможно, мне так это не навязывали. Я бы мог себе представить, что я могу сесть просто для себя с удовольствием над чём-нибудь сыграть. Но это принуждение, это унижение меня до сих пор сидит в душе. И я просто представить себе не могу, что я когда-то этим займусь. Более того, я и детям своим в жизни не скажу, чтобы они шли заниматься музыкой. Потому что они мне ничего плохого не сделали. Ни к чему не проходили через то, через что проходил я. Откуда это? Вот это отдельная история. Если возделывание огорода – это сельская патриархальная традиция, что называется от сахи, то музыкальные инструменты – это уже показатель некоего другого слоя общества. И достатка, и некой интеллигентности, и сопричастности к искусству, и демонстрации своей какой-то особенности. Вот если мы вспомним дореволюционных классиков, тогда очень часто в книге была барышня, которая обязательно играла на фортепианах. И это тоже было каким-то достоинством. Вот девушка, выйти замуж, она из приличной семьи, она и вышивает, на фортепианах играет. Вот тут я хочу сказать, что здесь было понятно, что в XIX веке не было фонографов, не было магнитофонов, и очень часто в самом деле семейные вечера, где домашние могли музицировать, это была единственная возможность послушать музыку, может быть, не в самом лучшем ее исполнении, но тем не менее это вот возможность усладить слух, это возможность как бы собрать компанию, развлечения для вечера, то, чего, в принципе, вот сейчас нам заменяет простой, не знаю, мобильный телефон с Spotify, который можно включить через колонки на вечеринке. То есть тогда это была возможность прикоснуться к музыке, сейчас же в этом меньше вообще нет. Да, но она тоже, вот эта вот музыкальная школа, если, как бы сказать, люди из простонародья играли там на гармошке, на балалайке, плясали и так далее, то фортепиано, арфа, скрипка и так далее, это был удел другого общества. и мне кажется, это навык, мы же не будем спорить, что владение музыкальным инструментом, умение исполнить музыку, разбираться в ней, это бесспорно украшает человека. Но опять есть тот момент, где это является статусной вещью, то есть подчеркивает твой статус и принадлежность к определенному условию общества, и то, где это является потребностью, удовольствием. Хотя, я, например, знаю семью, где ребенок очень хорошо играл, выступал с концертами, ему пророчили какое-то даже будущее в этом. Потом он сказал, ну не хочу больше, мне больше не интересно. Мне больше не интересно, мне надоело, я не хочу больше этим заниматься, у меня есть другие, приоритеты. И к чести родителей надо сказать, что они, конечно, расстроились, но не стали его принуждать, не стали давить, настаивать. Наверное, человеку это заложено, когда-то оно может вернется, а может и нет. И даже если не вернется, это совершенно точно внесло свой вклад в формирование личности. Точно так же, как мы помним, что Эйнштейн играл на скрипке, в принципе, говорят, что играл достаточно хорошо. И Шарлок Холмс играл на скрипке. Так что здесь мы просто говорим о том, что это может быть просто какой-то еще одной гранью талантливой личности. Ну вот, почему мы говорим о этих синдромах? Потому что это столкновение родительских представлений о том, что хорошо для ребенка, и тем, что на самом деле хорошо для ребенка. Родительских представлений о том, что хорошо для семьи, и тем, что на самом деле хорошо для семьи. То есть здесь мы опять уже в который раз говорим об уважении к чувствам ребенка, об уважении к его времени. Потому что часто звучит, что тебе гулять? Будешь своими оболтасыми друзьями только зря время тратить. Займись делом, посиди за инструментом или вскопая огород. И в этот момент все забывают, что это вот общение с оболтасыми друзьями это часть взросления ребенка, часть становления личности, часть его какой-то адаптации в социуме, умение наводить те самые социальные связи, необходимые в жизни в дальнейшем, поддерживать их. Да? То есть то, что часто вредит родителям и отношениям с детьми, а потом и самим детям, это снисходительное пренебрежительное отношение к интересам детства. Все забывают, что они когда-то тоже были детьми. И да, кто-то тоже был ребенком, который вместо того, чтобы радоваться, вынужден был вкалывать, копать. И может быть, даже не потому, что это был каприз родителей, а потому, что это было жизненной необходимостью. Но для ваших детей это жизненной необходимостью не является. Хотя сейчас многие заговорили, что учитывая подорожание продуктов всего на свете, возможно, мы к этому вернемся, и что опять будет выгодно что-то сажать. О чем эта история? Резюмируем наш сегодняшний разговор. Это история о том, как наши выборы или вещи, которые мы почему-то считаем как аксиома. Не надо доказывать даже, что ребенку надо работать в семье в огороде, или не надо доказывать, что ребенку полезно научиться играть на музыкальном инструменте. со временем нам надо понять, что то, что мы считаем аксиомой, ею вовсе не является. И что мы, пытаясь чего-то добиться, все хорошо бы пытаться, стараться понять, я это делаю в интересах ребенка или в интересах собственных. мне нужно, что-то смесь накопал грядки, хотя нужно ли самому, или мне нужно, чтобы я мог мимоходом заметить знакомым, что вот ребенок музыкальную школу заканчивает. И, конечно, хотелось бы, чтобы он еще и на конкурсах выигрывал, чтобы это как бы тоже добавляет мне престижа. Но если не выигрываю, значит, бездельника надо еще больше заниматься. Вот вопрос, где мы приносим в жертву развитие ребенка, его эмоции, его радость собственным амбициям или собственным традиционным вещам, которым, что восприняешь, так надо, даже не анализируя это. Вот то, что называл Фрейд суперэго, сверх я, та часть нашей личности, где хранятся некие утверждения, правила, которые мы получили от своих родителей в свое время, и мы их восприняли как аксиому, как само собой разумеющее. Вот родители сказали, значит, так оно и есть. И только с годами вдруг понимаем, что некоторые вещи, что мы свято верили всю жизнь, не такая уж и правда, и что следование зачастую вредит нам, и что от этого стоило бы избавиться. Но это осознание если приходит, то приходит достаточно поздно. Признать себе, что то, что ты верил, неправда, очень нелегко. Завершая нашу передачу, знаете, тоже в Библии когда-то Господь попросил Авраама принести в жертву сына своего. Не приносите в жертву своих детей традициям, собственным амбициям и тому подобным вещам. куда бы вы ни звали ребенка, попробовать думать об его, о его интересах, о его желаниях и о том, как это отзовется в его жизни годы спустя. Ариэль Резник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт, программа «Диагноз недели» и мы встретимся уже через неделю. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.